Сибирская дерби Сибирская дерби была не столь зрелищна в плане опасных атак, упомрачительных сейвов или драк, но напоминала лихо закрученный триллер, когда до последних секунд не можешь угадать победителя. После первого нерезультативного периода мячи открыли счет за считанные секунды до конца второй 20-ти минутки. Сергей Широков воспользовался замешательством у ворот Сибири. Гол в раздевалку не подкосил новосибирцев, напротив переполненные трибуны погнали Сибирь вперед. Однако гол состоялся лишь за 30 небольших минут до окончания третьего периода. Вратарь авангарда отбил шайбу перед собой, защитник мячей не успел выбросить ее с пятачка. В этой ситуации расторопнее всех оказался Олег Губин, неотразимо пробивший из-под омского защитника. Воспользовался своим шансом Губин и в овертайме, оказавшись снова в нужное время в нужном месте. Эта победа позволила Сибири укрепить лидерство восточной конференции. Разница между новосибирцами, идущими следом, металлургом и авангардом составляет 8 очков. За матчем, кроме тысяч болельщиков на трибунах, наблюдали и высокопоставленные гости. Новосибирск в рамках рабочего визита посетили президент Международной федерации хоккея и глава континентальной хоккейной лиги. Утром в день матча Дмитрий Чернышенко и Рене Фазель вместе с главой региона открыли тренировочный каток для детской школы Сибири, встретившего которого продолжалось почти три года. Кроме этого, на встрече с губернатором высокие гости обсудили хоккейное будущее Новосибирской области. Среди главных тем строительство универсальной ледовой арены, которую так давно ждут новосибирские болельщики. Не остались без внимания и вопросы, связанные с задолженностью по выплатам бонусов игрокам хоккейной Сибири. Руководство КХЛ отметило, выплаты начались, а значит ситуация стабилизируется. Финансовые проблемы, связанные с задолженностью перед игроками, в основном с поощрением бонусов за игру. С руководством Сибири был в соответствии с регламентом проведен ряд встреч, на основании которых были подписаны протоколы о реструктуризации долгами между игроками и клубом. И по этому протоколу начались выплаты. В связи с этим Лига считает, что клуб начал выполнять свои финансовые обязательства. И мы не видим здесь проблем, мы видим, что проблема решается. Кроме того, стало известно, что КХЛ сняла запрет Сибири на дозаявку новых игроков. Напомню, в начале апреля Лига запретила заявлять новых хоккеистов четырем клубам. Кроме сибиряков в этот список попали Адмирал, Медвежчак и Слован. Продолжается чемпионат России по хоккею с мячом. Новосибирский Сипсельмаш на выезде уступил столичному «Динамо». Несмотря на то, что наши хоккеисты смогли забить шесть голов в ворота соперника, а шайба Алексея Даровских и вовсе стала для новосибирцев юбилейной, в 3200-х чемпионатах страны поражений избежать не удалось. «Динамовцы» и вовсе смогли отправить в ворота Сипсельмаша 10 шайб и уверенно довели матч до победного. Хорошая игра, заслуживая победа «Динамо». Много пропустили игроки, заедали лица, очень много делали в машинах, в обороне, не хватает опыта, где-то концентрация. Из-за этого удалили. «Динамо» молодцы, показали свою игру, свою класс. У нас игра в обороне получилась. В заключении выпуска о ситуации в легкой атлетике. Российские атлетики все-таки примут участие в Олимпийских играх 2016 года. Правда, не все. Выступать в Рио-де-Жанейро смогут только так называемые «чистые» спортсмены, которые не были замешаны в допинговых скандалах. Олимпийский комитет России подписал с Международным Олимпийским комитетом соответствующий меморандум. Напомню, на данный момент российские легкоатлеты не могут принять участие в играх из-за временной приостановки членства Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. Причина дисквалификации – отчет комиссии Всемирного антидопингового агентства о систематическом использовании запрещенных препаратов российскими спортсменами-легкоатлетами. На этом у меня все. Для вас работала Кристина Лата. Увидимся на ОТС. Продолжение следует...